всем привет рада видеть вас на своем канале меня зовут надя и в этом видео я буду вязать вот такой объемный смотрите практически двухслойный узор спицами очень теплый плотный и рельефный и его изнаночная сторона на самом деле вот этот узор очень похож по своему принципу вязания вот на этот узор но вы видите насколько по разному они выглядят этот плотный двухслойный и теплый а этот больше такая сеточка текстовая схема у них будет даже абсолютно одинаковое видео вот про этот узор уже есть на моем канале и даже не одно я надеюсь что вы его посмотрели если нет то все ссылки внизу в описании либо вот здесь по подсказке здесь ровно два слоя на вяжется это все естественно одной ниткой смотрите вот эти верхние ячейки они объемные и как бы выступают над поверхностью лицевой клави между ними есть перемычки и получаются такие вот ячейки 100 но узор 100 ячейки и всевозможные остальные кластерные отверстия уже есть поэтому я не знаю как назвать этот узор если у вас есть варианты и идеи то пишите внизу в комментариях для узора нужно набрать число петель кратное четырем и две кромочных я набрала 18 петель и перехожу к вязанию первого ряда в принципе текстовая схема этого узора и того узора будет совпадать но здесь будет одна небольшая разница в провязывании одного элемента меняется всего один элемент и получается совершенно другая картинка и так смотрите первую снимаю это кромочная и дальше вяжу 3 вместе лицевой перекидом как это делаю первую снимаю на правую спицу дальше 2 вместе лицевой дальше завожу левую спицу в снятую и протягиваю ее через провязанную петлю дальше петлю снимаю с накидом не провязаны и снова 3 вместе лицевой петлю снимаю не провязанной и опять 3 вместе лицевой петлю снимаю не провязанной и 3 вместе лицевой так последнюю петлю снимаю не провязанной получается такой раппорт 3 вместе петлю снимаю и кромочную я всегда вяжу лицевой первый ряд готов это была изнаночная сторона а теперь буду вязать лицевую сторону и здесь опять-таки внимание будет очень интересный элемент первую кромочную снимаю не провязанной и дальше у меня идет вот эта петля снятая с накидом не провязанная в предыдущем ряду из петли и накида мне снова нужно вывязать 3 петли точно так же как в предыдущем узоре которые я вам рекламировала и которые надеюсь вы тоже посмотрели но здесь буду вывязывать необычным способом смотрите сначала беру провязываю лицевую лицевой и сбрасываю ее со спицы затем накид провязываю лицевой и сбрасываю его тоже со спиц а затем мне нужно вернуться и снова провязать лицевую лицевой завожу левую спицу за накид и вставляю по лицевую вот так вот смотрите что получается увожу нить за работу и провязываю снова лицевой и вот таким образом из петли и накида я вывезла 3 лицевых следующую петлю просто провязываю лицевой и чередую так до конца ряда 3 лицевых 1 лицевая еще раз как я провязываю 3 лицевых из этих двух петель так 1 лицевая 2 лицевая и дальше нужно из первой лицевой вывязать еще одну завожу правую спицу вставляю ее в лицевую как бы возвращаю эту лицевую на правую спицу и провязываю еще раз 1 лицевая 3 лицевых 1 2 и 3 и 1 лицевая и снова 1 2 и кромочную вяжу лицевой второй ряд готов это была лицевая сторона и дальше третий ряд опять изнаночная сторона третий ряд будет идентичен первому но шахматном порядке к нему если мы его начинали с трех петель вместе затем одну петлю снимали не провязаны то здесь будет наоборот первую снимаю с накидом не провязанную и дальше 3 петли вместе все точно так же как во втором снимаю 2 вместе и первую накидываю на провязанную петлю снова снимаю не провязаны 3 вместе до снимаю 2 вместе и первую накидываю на провязанную опять снимаю непровязанность накид снимаю 2 вместе и первую накидываю на провязанную снова снимаю и заканчивается раппорт тремя петлями вместе лицевой с перекидом снимаю 2 вместе и накидываю первую на провязанную кромочную вяжу лицой третий ряд готов третий ряд это была изнаночная сторона и четвертый ряд он будет снова идентичен второму ряду четвертый ряд соответственно лицевая сторона кромочную снимаю непровязанной и дальше работаю точно так же как во втором ряду 1 просто лицевая 1 лицевая дальше 3 лицевых из петли и накида лицевая из накида лицевая возвращаю левую спицу в лицевую петлю и делаю снова лицевую петлю 1 лицевая 3 лицевых 1 2 и 3 и 1 лицевая и снова 1 2 и 3 1 лицевая и снова 1 2 и возвращаю и 3 и кромочную вяжу лицевой и вот я связала 4 ряда дальше продолжаем вязать возвращаясь к первому ряду и повторяю с 1 по 4 ряд на нужную высоту вот образуются эти самые ячейки с петлями да я думаю их здесь хорошо видно такие вот ячейки образуются получается очень теплый двухслойный узор вот мой малюсенький фиолетовый образец и вот мой образец из белой пряжи точно такая же пряжа но побольше два образца вместе надеюсь что вам понравилось это видео не забудьте про свои лайки подписку если что-то было непонятно задавайте вопросы в комментариях спасибо за внимание пока пока